Привет и добро пожаловать обратно на ТВ. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал для получения дальнейших видео и новостей прямо в ваш почтовый ящик. Отношения между Азербайджаном и Пакистаном являются внешними отношениями между Азербайджаном и Пакистаном. У Пакистана есть посольство в Баку, а у Азербайджана есть посольство в Исламабаде. Обе страны считаются стратегическими партнерами. Один, и Азербайджан-Пакистан укрепляет сотрудничество в области безопасности во всех сферах военного сотрудничества, а также между органами безопасности. Двусторонние дипломатические отношения основаны на принципе уважения, любви и доверия, и теперь они достигли нового уровня понимания во время правления премьер-министра Имрана Хана, и 2019 год был очень продуктивным для двух братских стран для более тесного сотрудничества. Военное сотрудничество Пакистан является одним из владельцев ядерного оружия и государством с высокими темпами развития военной промышленности. Что касается вопросов военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, отмечается, что можно производить оружие для общих целей, а также закладывать основы военных предприятий. С другой стороны, Пакистан стремится укрепить свои отношения с Азербайджаном в области энергетики из-за нехватки энергоресурсов. 19. Азербайджан обратился к Пакистану с пожеланиями дальнейшего расширения сотрудничества в области совместного производства оборонной продукции. 9. Во время встречи министра оборонных производств Пакистана с президентом Азербайджана. 10. Зимой 2014 года во время пятого заседания рабочей группы по военному сотрудничеству между Азербайджаном и Пакистаном в городе Исламабад Страны подписали соглашение о взаимном военном сотрудничестве. За прошедшие десятилетия пакистанские военные специалисты обучили около 100 азербайджанских воинских частей. Азербайджан ведет переговоры с Пакистаном о покупке многоцелевого истребителя Йотов-17 Тунди. 6. 7. В октябре 2016 года президент Алиев и премьер-министр Шариф подтвердили планы проведения совместных военных учений. 8. В 2019-2020 годах запланировано серийное производство истребителей Йотов-17 Блачк-3. Азербайджан заинтересован в приобретении учебного самолета Супер Мушак-11. 9. Современные отношения между двумя государствами были установлены, когда Азербайджанская республика стала независимой после распада СССР. 9 июня 1992 года. 2. Пакистан был одной из первых стран, признавших Азербайджан, 12 декабря 1991 года. 3. Торговля и сотрудничество неуклонно росли между двумя странами, и было проведено несколько встреч на высшем уровне о том, как улучшить торговлю между двумя странами. 4. Азербайджан и Пакистан поддерживают отношения стратегического партнерства, заявили официальные лица обеих стран в марте 2013 года. 4. Фарук Легари стал первым президентом Пакистана, посетившим Азербайджан в 1995 году. Год спустя Гейдар Алиев посетил Исламабад. Было несколько встреч Гейдара Алиева с премьер-министром Пакистана Беназир Пхута, которые завершились подписанием 9 соглашений, имеющих дипломатическое значение. 5. Соглашение об оборонном и военном сотрудничестве между странами было заключено в 2002 году. В том же году в Стамбуле на саммите Организации экономического сотрудничества состоялась еще одна встреча президента Гейдара Алиева с Парвизом Мушаровым. 6. В сентябре 2003 года премьер-министр Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Исламской Республики Пакистан Парвизом Мушаровым. Они оба обсуждали международные проблемы. Летом 2004 года Парвиз Мушаров совершил официальный визит в Азербайджан. 7. В июле 2003 года президент Пакистана Первиз Мушаров посетил фонд Гейдара Алиева в Баку. Весной 2005 года президент Ильхам Алиев посетил Пакистан. В ходе двухдневного визита главы обсудили возможности установления партнерства. Было подписано 6 соглашений в области информации и связи, транспорта, авиации, культурных связей, финансов и образования. В мае 2006 года в Баку состоялся девятый саммит АЭС, в котором также принял участие премьер-министр Пакистана Шавкет Азиз. 6. Летом 2008 года в Баку побывала делегация во главе с председателем парламента Исламской Республики Пакистан Мухаммедом Мьяном Сомра и делегация постоянного комитета по международным отношениям Сената Пакистана под председательством Мушахида Хусейна Саиди. Субтитры сделал DimaTorzok